Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий пихарь из 11 невероятных вкуса. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Здарова, ребят. В общем, огромное количество новостей появилось. Вкратце о актуальных. Сейчас идёт режим аркада, вторая часть, плюс-минус 75% к нанесённому урону. Это, конечно, дичь полная. Играть в это практически невозможно, но ради фанчика можно зайти повеселиться. Кому не хочется, зайдите в мой стрим. Почти четырёхчасовой. Я выдержал, поиграл. Может быть, вам тоже будет интересно посмотреть, как в это можно вообще играть с таким дичайшим ВБРом. Также, ребят, сейчас проходят последние деньки акции июльские поставки, когда вы можете заработать бронебойные монетки. Их надо будет обязательно все заработанные потратить, внимание, до 8 августа. Компенсации за них не предусмотрено. Всё, что вы в поставках из тыла не приобретёте за эти монетки, всё будет более вам недоступно, как и сами монетки. Это из того, что было. Теперь к хорошим новостям. Новинка. Значит, Карина вернулась и рассказала нам о ближайшем месяце августа, чего нам от этого месяца ждать, чего интересного будет. Об этом мы поговорим буквально через пару минут, потому что, ребят, ещё отличная новость. Сегодня обновился прайм-набор. И новый прайм-набор по-настоящему жирнющий. Ну, там прям вообще реально. Давайте сейчас посмотрим, что в него входит. Прайм-набор посвящён вселенной Вархаммер. Называется Адепта Сору Ритас. Надеюсь, правильно произнёс. Доступен, как я и сказал, с сегодняшнего дня. И одним из наградных элементов этого набора является командир, которого вы видите сейчас на экране. Помимо того, что у этого командира как бы, ну, стопроцентное умение, у него доступны три перка. Разумеется, лампочка шестое чувство. Умение ремонт и умение мастера на все руки. Если вам это всё не нужно, вы можете сбросить эти умения, ну, и, соответственно, выбрать из них другие. Ну, лампочку, наверное, сбрасывать смысла не имеет. Командирша, она вот эта вот доступна только для нации Франции. И имеет ограниченный срок рекрутирования. Так что вам нужно будет принять решение, ну, в там обычном месте, в течение нескольких месяцев, куда вы её хотите, на какой танчик посадить. Только французской нации. Как я и сказал, наборчик прям по-настоящему жирный. Входит туда и день премиум аккаунта, и декальки, и шеврончики, и месячные боевые задачи. Также, разумеется, боевые задачи на Х5 опыта. Ну, и один из четырёх... ой, два из четырёх танков. Можно также взять боевые задачи дополнительные на Х5 опыта. Или же французские доп. пайки. Ну, я рекомендую из всего, что вы видели. В аренду, если у вас льва нету, попробовать льва. И французскую ПТ-шку. Вот. Если хотите, можете, ну, на свой выбор любой прям взять. Он вам будет доступен в аренду. При этом не обязательно сразу два предмета арендных брать. Можете один взять через неделю или через пару месяцев. Второй тоже чуть-чуть подождать. Главное, всё это нужно закрыть будет до конца октября. То есть, вы должны использовать этот набор до конца октября. В любой удобный для вас день. Это нужно услышать. Весь месяц вам также будут доступны... Точнее, вот всё время действия, я не знаю, может месяц, может полтора, вам будут также доступны его боевые задачи. Их вы видите на экране. Здесь, помимо всякого внутриигрового имущества, также присутствуют дополнительные очки боевого пропуска. Что тоже является хорошим. Вы просто катаете в рандоме, даже забываете про эти боевые задачи, а очки боевого пропуска дополнительные. Ну и плюс ресурсы игровые вам капают. В общем, как я и сказал, наборчик достаточно жирнющий. Крайне рекомендую его к себе на аккаунт незамедлительно активировать. Для всех желающих заходите на сайт про танки.тв. Ну и там совершенно спокойно этот наборчик. Ссылочка будет, баннер прямо на главный. Проходите и попадаете на инструкцию по получению данного набора. Все очень просто, поэтому кому нужно, сайт про танки.тв. ссылочка в описании. Ну а мы пойдем дальше и поговорим с вами о том, что же нас ждет в августе. 1 августа ранним утром в 6 часов утра по Москве закончится летний ивент на глобальной карте. После этого будут подводиться итоги, чистится таблица лидеров от читаков, от тех, кто нарушал правила игры. И после того, как почистят, забанят всех неугодных, вы сможете уже получить себе танчик. Не забывайте, что не надо тратить очки славы. Сначала очки славы тратятся на танчик, а потом вы в магазине на них все на остатки покупаете. В противном случае танчик вы получить не сможете. Также 1 августа, ребят, начинается новая стадия месячной акции в бой. Напомню, что месячная акция действует на танки 430У, Е100 и СТБ-1. Вы можете выбрать любую ветку. Ну то есть, например, я уже дважды выбирал ветку Е100, правда на ней не катал. И в третий месяц, возможно, возьму еще раз Е100 или какую-либо другую. Это не запрещено. Имейте в виду, что активировать чем раньше, тем лучше. И, соответственно, переактивировать нельзя. До конца месяца она будет действовать. Также, ребят, с 1 августа кому нужен был защитник или Объект 252У с 1 августа, с 12 часов по Москве, он поступает в продажу. Лично я не считаю, что этот танк на сегодняшний день актуален, но многим он очень нравится. Броня пробития есть, Альфа есть. Так что, кто хотел давно защитника, им отдайте на УС с 1 августа. 2 августа, 24-й день рождения компании Wargaming празднуется, но вряд ли мы его будем праздновать. Я напоминаю, что компания Wargaming отреклась от нашего СНГ региона. Так что, возможно, чтобы не триггерить, так сказать, европейское сообщество, и к ВГ не было никаких вопросов, может быть, у нас в СНГ регионе никаких акций и не будет. Хотя, опять же, поживем и увидим. В календаре я никаких акций не увидел. С 4 августа продлится, соответственно, клановый боновый аукцион. Это для тех, кто принимал участие как раз-таки на ГК в событии «Железный век». Имейте в виду, с 4 августа откроется боновый аукцион. 8 августа пропадет возможность, как я вот в самом начале ролика и сказал, тратить бронебойные монетки на приобретение товаров в июльских поставках. Все непотраченные монетки, еще раз напоминаю, сгорят без какой-либо компенсации. 12 августа мы с вами будем праздновать день рождения танков. Им уже 12 годиков. Подробности, что будут дарить, какие акции, ивенты и так далее, ну, я сейчас не буду рассказывать, там еще не все известно. Так что отдельным роликом все это выпущу. Соответственно, уже известно, что 12 августа, опять же на выходные, 5 суббота, воскресенье, будет третий запуск режима «Аркада». И там нам обещают режим спокойствия. Из того, что я понял из описания, будет снижено бронепробитие у снарядов, а также увеличено перезаряд. То есть будем дольше перезаряжаться и более тщательно выцеливать противника, потому что бронепробитие, вероятнее, будет всего снижено. Подробностей пока нет, но я как бы вот вам из того, что понял, рассказываю. Также в первой половине августа мы с вами ожидаем общий тест обновления патча 1.18. Уже можно будет, вероятнее всего, потрогать итальянские ПТшки. Ой, итальянские. Да, итальянские ПТшки с барабаном и с крепкой лобовой броней. Посмотрим, что они из себя представляют. Ну а во второй половине августа будет стартовать очередной для этой игры этап линии фронта. То есть опять включить линию фронта мы сможем с вами на восьмерочках пофармить. Напомню, что с линии фронта танки девятого уровня убрали, а баланс там сейчас немножечко поменял. Ну, в лучшую сторону, скажем так. Посмотрим, стало ли действительно на линии фронта поинтереснее играть. Что касается, ребят, боевого пропуска. Во-первых, в конце августа он заканчивается, все. То есть старайтесь пройти все три главы до конца августа, если у вас есть такая возможность. Но попозже не откладывайте, жетоны не обязательно сейчас все тратить. Они будут до декабря месяца доступны. Но многие меня спрашивают, будет ли так же, как весной, четвертая глава боевого пропуска, нужно ли к ней готовиться и так далее. Можете ее не ждать. Разработчики официально заявили, что они еще не проанализировали те данные, которые получили с весеннего, с весенней четвертой главы боевого пропуска. И поэтому этим летом они не готовы запустить четвертую главу боевого пропуска. Возможно, это правда. Возможно, они что-то не договаривают. Но в любом случае есть официальная информация, что четвертую главу боевого пропуска, так же, как и марафонов никаких, то до конца лета нам с вами ждать не стоит. На этом у меня на сегодня все. Надеюсь, информация была вам полезна и интересна. И вы уже поддержали видосик лайкосом. В отсутствии монетизации, ребята, это очень крайне важно от вас. Видеть хоть какую-то реакцию на то, что ты тратишь время и делаешь. Вот. И еще раз говорю, если хотите поддержать наш канал, можете приобрести себе новый прайм-набор, о котором я рассказывал в начале ролика. Ссылочка на него в описании. Про танки ТВ. Заходите и там по рекламному баннеру переходите. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok